Сроки, я только что ответила на ваши вопросы, и даже страшно чути все, что рассказывают. А ведь запитайте детей в разных населенных пунктах по Украине, не только в городе Николаеве. Это за нас на сегодняшний день идет тотальное знищение нации. Что будет в Севастополе? Вот так вот просто одним предложением, что там будет? В Севастополе в числе уже более 20 лет проходить международная конференция с 20 по 30 вересня, на которой собираются из всего света собрегологи, науковцы, и которые рассказывают свои науковые достижения, про то, как, больше всего, Федор Михайлович, можно сейчас сказать, вот, 20 лет, я только что ответила на ваши вопросы, и даже страшно чути все, что рассказывают. А ведь запитайте детей в разных населенных пунктах по Украине, не только в городе Николаеве. Это за нас на сегодняшний день идет тотальное знищение нации. Что будет в Севастополе? Вот так вот просто как бы одним предложением, что там будет? В Севастополе в числе уже более 20 лет проходить международная конференция с 20 по 30 вересня, на которой собираются из всего света собрегологи, науковцы, и которые рассказывают свои науковые достижения, про то, как, больше всего, Федор Михайлович, можно расскажет. Вот. 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 Супруга захотела пройти курсы для того, чтобы скорректировать вес. Я считал это все, в общем, несерьезным, какой-то ерундой. Но когда я был на курс и начал проходить занятия один день, второй, третий, я был шокирован теми изменениями, которые происходят внутри меня, внутри моего сознания. Вот про курсы я вам обещаю, честное слово, мы поговорим когда-нибудь обязательно. Может быть, даже у нас в Николаеве мы пригласим вас. Мне очень понравилось, что вы сказали, что у вас есть рецепт, как сделать один населенный пункт в Украине, экспериментальный. Я хочу, чтобы этот населенный пункт был Николаев. Об этом речь и идет. Допустим, я могу это открыто сказать, что поддержка нашего мэра здесь присутствует. Вот присутствует. И я сюда вот приехал, не глухоманя, в такую красотищу к вам. Но это благодаря только нашему мэру Владимиру Дмитриевичу Чайкину. Да. Значит, что такое метод Шичко? Это дается возможность самоперепрограммирования человеку. То есть человек, как разумное существо, если ему дать нормальную альтернативу разобраться, а метод Шичко это дает в себе, он всегда выбирает более рациональный способ жизни. И поэтому, как только человек начинает проходить 7-дневный, всего-навсего 7-дневный курс по методу Шичко, он всегда, 100% выбирает только трезвость. То есть иначе просто не бывает. Я это говорю с колокольни 10-летнего. Подожди, но очень тяжело найти вот в нашем полумиллионном городе людей, которые ведут трезвый образ жизни. Но я их могу просто по пальцам перечислить. Более того, это люди неосознанно ведут трезвый образ жизни. Это люди, которых уже вот край. Ударило, да. И все, и пришел этот край, когда... Сохранение абсолютно точно было. Понимаешь, вот это вот понимание культурное питье, оно так засело глубоко. Абсолютно точно. Социально запрограммировалось абсолютно точно. И вот, значит... Все, метод Шичко принимается. Не вопрос, я обязательно изучу. Ему элементарное изыгрение, и все. И все? Да, этого достаточно. Поддержка будет автоматически. Один человек, средства массовой информации. Геннадий Дарья Шичко говорил в свое время. Дайте мне средства массовой информации в руки, и я за три года сделаю страну трезвой. За три года. Вот что может сделать журналистика. Что могут сделать одни средства массовой информации? Если этот метод плавно, красиво, он очень легкий, он очень простой. Даже люди, которые зависимы, даже те, которые социально запрограммированы и агрессивно реагируют на любые темы алкоголя. В методе Шичко это все происходит плавно. Гибко происходит. Они ходят на курсы с радостью. Вот приходит жена, говорит, вот я мужа привела, но он, наверное, один раз побудет и убежит. Вот. На следующий день приходит, вы знаете, говорит, он не убежал, еще меня подгоняет. Хорошо, подожди, 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 у нас короткометражный фильм и малобюджетный. Скажи, пожалуйста, давно уже ты занимаешься? С 97-го года. То есть второй десяток лет я профессионально веду трезвый образ жизни. Вот о методе Шичко я узнал вот здесь. Хотя на сайт вам заходил, трезвая Украина, все мне очень понравилось. Что-то фамилия там как в Шичко прозвучала, но как-то вот глубоко это мне стало. Скажи, за 12 лет, неужели вы не сделали хотя бы один город, ну там 20 тысяч населения, 30 тысяч населения, вот чтобы он был трезвый. Чтобы не были эти жуткие вещи, которые мне сейчас сказал этот 14-летний ребенок. И я боялся раньше у детей задавать эти вопросы, потому что я чувствовал, что это будут такие же ответы. Нету ни одного города экспериментального такого, где бы запретили детям, просто громада бы встала и запретила продавать детям пиво. К сожалению, на сегодняшний день нету таких городов. Есть где большие результаты, но чтобы полностью город, это конечно одна из моих таких заветных мечтей. Да вы тогда, я не знаю кто, 12 лет ты занимаешься этим вопросом и не сделать ни одного города, который бы, ну как это? Вот не смог, не смог, пытался, делал, значит, ничего не получилось. То есть разные, не хватило экономических каких-то, не хватило чего-то еще. Это самое, у меня где-то лет 5-6 назад возникло это такое вот видение, шел к этому, не смог, не дошел. Вот, если даст Бог, дойдете вы, это будет, я не знаю, вы осуществите мою мечту. Представься, откуда? Меня зовут Александр Пачакета, я администратор сайта «Трезвая Украина», но также автор книги «Спереди свобода», которая присоединяется в нашем движении уже где-то порядка так до 25-30 тысяч эксцентляров. Я сам не пью, так сказать, 2005 года, а сознательно живу трезво, 2006 года. Когда я поехал в Севастополь, познакомился с трезвым движением, прошел Метод Шучко, вот, и с тех пор имею убеждение, что сознательная трезвость – это то, что норма для человека, и этому нужно учить, учить в первую очередь молодое поколение. Если мы научим молодое поколение осознательной трезвости, то проблема потребления алкоголя, ну и как следствие проблем алкоголизма у этих людей, обученных, просто не наступит. Что еще спрашиваете? Это все выжило. Мы все, поехали. Николюк Людмила Степаневна, место Славутов. Приехала третья, сюда на слит, живу Тверезом. Значит, подождите, я понял, этот вопрос мы не задаем. Я понял, что здесь все живете, это Двереза, и это замечательно, это супер. Мы задаем такой вопрос. Существует ли в вашем городе проблема детского алкоголизма, детского подросткового алкоголизма? Если существует, то что нужно с этим делать? Конечно, как и в каждом месте, мы в своем створили громадскую организацию Твереза Славутчина. И самым основным вопросом было сдержать деградацию молодой. Потому что раньше создали массовые гуляния в городе, и в первую очередь там спивалася молодь. А что, сейчас уже нет у вас массовых гуляний? Есть, но мы пресекаем то, что... А как вы это делаете? У нас глава громадской организации, он работает в администрации. И он работает в администрации с ними для того, чтобы они не вывозили там пиво. Хотя есть случаи, что они его и вывозят. На большие массовые мероприятия пиво не продается? Продается, но уже дальше. И последнее, которое мы проводили массовые гуляния в городе, то там взагалі духова музыка грала, сходилася и молодь дивилась. Больше пожилые люди танцювали. Но уже в таком культурном плане люди отдыхают. Хотя молодь, она найдет место еще, но стараемся делать пока что, как говорят, невеликые внески. Но мы надеемся, что збережем молодь. А то мы и работаем. Дякую. Поехали. Во всех лекциях Жданова звучит такой тезис. Ты был на его семинарах, на его лекциях? Лично я с ним не встречался, но в Севастополе 20-го числа я еду на семинар, и он там будет присутствовать. Вообще я смотрел его в лекции, впечатляю. Да. Есть, значит, такое упоминание на то, что человек, употребляющий алкоголь, в первую очередь пропивает совесть. Если связать такую логическую цепочку, совесть, нравственность, нравственные нормы, закон, то вполне понятно, что употребляя алкоголь, человек, с другой стороны, пропивает закон. Понимание закона. Продолжение следует...